Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня, друзья, традиционный для понедельника вебинар в 17.00 по московскому времени, еще раз с крупными мазками, основными тенденциями, характеризуем все, что происходит на финансовых рынках. Если есть время, друзья, обязательно подключайтесь к прямому эфиру. Опять же, будет возможность задать вопросы также в прямом эфире. Мне кажется, один из самых лучших вариантов коммуницировать онлайн непосредственно со мной. Ну, если что, у вас всегда есть возможность оставить ваши вопросы, как я уже отметил, в секции с комментариями. Я понимаю, друзья, то, что из-за того, что во времени мы ограничены, все-таки есть тайминг для моих ежедневных брифингов. Какие-то активы выпадают из поля зрения. Я допускаю, что многие из этих инструментов могут вас интересовать. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Уверен в том, что обсуждение поддержу не только я. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте не только задавать вопросы, но и высказывать свою точку зрения. Большое спасибо тем, кто это делает. Друзья, чем больше у нас будет позиций, взглядов с разных сторон на то, что происходит на рынках, тем быстрее мы докопаемся до истины и реально поймем те цели, которые сейчас являются движущей силой для большинства финансовых активов. Сегодня предлагаю начать с нефти. 49.09. У меня, друзья, настолько чесались руки в конце прошлой недели, когда мы приближались к сопротивлению 50 долларов за баррель, что я все-таки рискнул и открыл снова короткую позицию. В целом, вся неделя для рынка нефти – это неделя прошлая ожиданий. Мы сначала следили за заседанием ОПЕК в понедельник, потом, когда осознали и поняли, что между странами сохраняются серьезные противоречия, все поехало на четверг по договоренностям, потому что страны ближневосточного картеля признали, что нужны дополнительные консультации. Будучи здравомыслящими, скажем так, трейдерами, мы исходили из того, что сейчас локдауны, карантины, закрытые границы, пониженный спрос на топливо – все это должно было быть мотивацией для стран ОПЕК. Плюс в лучшем случае, или, скажем так, в худшем случае продлить незначительно текущие договоренности по сокращению добычи. Напомню, что на сегодняшний день совокупное снижение нефти странами ОПЕК плюс составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, если взять за основу дорожную карту до вот прошедшего заседания ОПЕК, то в соответствии с прошлыми договоренностями с 1 января объем добычи должен был быть увеличен на 2 миллиона, и, соответственно, общее сокращение должно было составить уже не 7,7, а 5,7 миллиона баррелей. Ну, разумеется, друзья, на такое жесткое сокращение страны не могли пойти, потому что даже сейчас, исходя из последних отчетов, прогнозов той же самой организации ОПЕК, следует то, что спрос на нефть в мировой экономике остается пониженным и отстает от спроса прошлого года на 9,7 миллиона баррелей. В таких условиях повышать объем нефтедобычи – ну, это идиотская затея. Поэтому изначально мы ждали, что продлят сделку. Но вот только насколько это вот было главным вопросом их причины того, что все обсуждали, пытались понять, в принципе, какой консенсус может быть достигнут. Но фактическое решение, конечно же, поразило. Страны ОПЕК, несмотря на отстающий спрос от предложения, все равно решили, что есть хорошие условия для того, чтобы увеличивать нефтедобычу. Я прекрасно понимаю, что каждый из этих регионов считает свои деньги. Каждый из этих регионов сейчас при продлении сокращения добычи и лишая себя возможности увеличить добычу, терпит большие убытки. Или, может быть, правильнее будет сказать, имеют дело с колоссальной недополученной прибылью. Каждый из регионов пытается обеспечить свои доходы и не хочет быть жертвой сложившиеся обстоятельства. Но, на мой взгляд, друзья, то решение, которое последовало уже по факту прошедшего заседания в четверг, это решение, которое, в конце концов, очень дорого пойдет странам ОПЕК, потому что цены на нефть в текущих условиях, скорее всего, обвалятся. Причем мы ждем роста добычи на 500 тысяч баррель не только со стороны стран ОПЕК+, но не забывайте еще, что растет производство нефти в штатах. Количество буровых, кстати, в пятницу, по данным Бейкер-Хью снова выросло с 241 единицы до 246. Растет естественным образом производство нефти в Ливии. А если мы еще вспомним, что вот-вот Белый дом, овальный кабинет в штатах займет Байден, он точно вернется к ядерному соглашению с Ираном, будут сняты санкции. Иран также начнет выбрасывать на рынок очень качественную нефть, которая пользуется большим спросом. Поэтому первое полугодие 2021 года будет очень интересным. И, вы знаете, я по-прежнему склоняюсь в пользу того сценария, что еще одно серьезное медвежье ралли все-таки фактически неминуемо. Попробую, друзья, поймать его вот с круглой цифрой 50 долларов за баррель. Я уже ранее обещал, что такой сценарий является вполне реальным. Дальше идем. Доллар 90.72. Нам нужно дожимать американскую валюту, друзья, до 90 пунктов. Там можно будет немножко успокоиться. По данным Reuters, весь 2021 год будет годом тотальной слабости американского доллара. И даже с текущих значений, по скромным подсчетам, американская валюта может потерять около 15%. Пяточная торговая сессия, очень важный день, ждали нонфармы. И они прогнозируемо разочаровали. Количество новых рабочих мест 245 тысяч с 610. Это в прошлом месяце прогноз был на уровне 469 тысяч. Очень плохой релиз. Кстати, статистика к этому отчету собиралась до 15 ноября. То есть какие-то меры ограничения уже действовали, но не самые жесткие. То есть я клоню к тому, друзья, то, что по итогам декабря данные могут быть еще хуже. Поэтому резюмируем. У нас на прошлой неделе был провальный производственный сектор SM, провальная активность в сфере услуг и удручающий релиз по нонфарм перлс, который заставил многих представителей Федрезерва прокомментировать ситуацию в экономике как ужасающее. И почему, в принципе, фондовый рынок не столкнулся с серьезными потерями после выхода этого релиза? Потому что, друзья, как только вышел отчет слабый, отчет по нонфарм перлс, стало всем очевидно, что Конгрессу нельзя медлить и нужно давать деньги. Ранее, повторюсь, по инициативе межпартийных законодателей в Конгресс поступил законопроект о новых мерах фискальной поддержки экономики на 908 миллиардов долларов. И большинство и меньшинство в Сенате, в Конгрессе, в Палате представителей подтвердили, что это основной документ, которую они будут обсуждать. Ждем, друзья, решения по новым стимулам, пусть даже и меньше, чем на 908 миллиардов долларов, и готовимся к еще одному рывку баксов вниз до цели в 90 пунктов. Золото растет 1840 долларов за тройскую унцию. В этот четверг выйдут данные по инфляции в Штатах. Для меня это очень важный отчет, потому что, исходя из тех мер стимулирования, которым ранее прибегали власти США, законодательные и ФРС, очевидно, что инфляция будет расти, потому что денежная масса увеличилась в разы. Но сейчас нужно получить доказательства того, что индекс потребительских цен начинает выбиваться из траектории, и может быть даже очень скоро... Ну хорошо, ладно, в перспективе нескольких лет для инфляции это все равно период, в течение которого мы можем прогнозировать. Инфляция может вообще выйти за установленный ранее целевой ориентир в 2%. ФРС ранее об этом предупреждали, именно поэтому они перешли к политике инфляционного таргетирования. Если мы в этот четверг получаем отчет роста инфляции, который подтвердит повышение индекса потребительских цен, золото окажется еще выше. Ждем, друзья. Евро против доллара 1.21.32. На этой неделе заседание Европейского Центрального Банка. Анонс новых мер экономического стимулирования будет расценено как подтверждение того, что ситуация в экономике улучшится, и это, как в начале 2020 года, приведет к росту европейской валюты. Я думаю, что мы смело можем замахиваться на движение главного валютного риска выше отметки 1.23. Фунт против доллара 1.3420. Обещанной развязки по Брэкзиту не произошло. Соответственно, уходим уже на тысячный круг, следим за тем, как проходят дальше переговоры, но времени до соглашения все меньше и меньше. Соответственно, мой сценарий все более и более реалистичен того, что Англия выйдет из состава ЕС на жестких условиях. Вы знаете, как я действую по фунту. И еще одна позиция. Новозелание сплотив доллара. Друзья, здесь держим длинную позицию 0.7040. Не отказываемся. Уверен. Еще пару недель и будет наш целевой ориентир на отметке 0.72. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии и недели. Всем пока!